всем привет это натали добро пожаловать на мой канал давно с вами не виделись очень соскучилась надеюсь вы тоже у меня был такой продолжительный отпуск от youtube а я ничего не снимала но при этом конечно же вязала поэтому сегодня я бы хотела поделиться своими готовыми работами рассказать про нынешние процессы и так за время моего отсутствия я вязала вязала достаточно много я участвовала в тестировании в котором я связала целых два свитера и об этом я сегодня вам расскажу я планирую показывать изделия не в порядке как я их вязала просто потому как они у меня лежат вот здесь здесь у меня не все изделия потому что многие из них я уже отдала подарила или я кое-что еще расскажу что у меня произошло с одним из изделий и так я бы хотела начать сейчас с аксессуаров у меня их не так много было связанных сейчас у меня прям скажем так прорвало на носки и я их активно вижу до этого когда я вязала плечевые у меня получилось 4 плечевых связать за это время за время отсутствия даже 5 поэтому носки у меня отошли на второй план было много начатых проектов ночь мне хотелось вот что-то другое что-то новое не похожее на все остальное и так первые носочки я прикреплю фотографию более детальную чтобы вы смогли посмотреть что это в любом случае я слегка вот так вот вам покажу просто чтобы тоже не тыкать своего рода носками в экран и так что у меня здесь за пряжи начнем с того какая здесь пряжа здесь пряжа ручного окрашивания от маши ермакова я покупала тоже ее прошлой осени у нее еще это наверное самая первая пасма которую я у маши приобрела и также здесь наверху небольшие полосочки в виде хеликса это я вязала из пряжи малин вайту не серенькая такая меланжевая пряжа честно не помню какой у нее цвет потому что этикетку уже давно потерял еще она просто обычная серенькая здесь у меня связана резинка 2 на 2 французская пятка укрепленная и клин я здесь вывязывала изнаночными петлями мне так захотелось я никогда такого не пробовала не делала и решила таким образом попробовать и ленточный мысок я вязала эти носки на размер 43 это подарок моему это подарок супругу моей мамы поэтому она скоро поедет к нему и естественно возьмет носочки с собой от меня вот это первый первая работа дальше что касается носочков у меня еще есть одни полосатенькие прикреплю фотографию сейчас их не принесла потому что я их вот буквально вчера надевала и не успела постирать их высушить чтобы показать видео ну и чтобы не тыкать вам вношенными носками в экран я решила немножко схитрить я прикреплю фотографию я вязала их из пряжи юли бастью и у нее специальная такая есть модель как модель окрашивания пряжи где она окрашивает пряжу полосами подбирает к ней пряжу компаньона из которого вы можете составить свою композицию все подобрано очень как мне кажется с цветовым вкусом все мне нравится идеально я покупала этот наборчик еще на шубе по моему зимнему юли и вот только сейчас у меня руки дошли я связала себе носки они связаны на размере спис 225 и практически все свои носки вижу на размере 225 кроме каких-то жаккардовых или если пряжа толще вот а так в целом всегда это 225 там у меня получается связано рюшечка я пробовала узор рюши подгиб вместо резинки дальше идет вывязывание самого носочка на пятке у меня также там французская обычная пятка или круглая насколько я знаю еще называют нет по моему не круглая французская ладно не буду и буду вспоминать что там еще было дабы не ввести в заблуждение вот и собственно мысок там тоже ленточный я решила на мысок не добавлять уже никакую контрастную пряжу мне показалось что мне недостаточно полосочек и хотелось их продлить до конца вес носочков практически 60 грамм то есть они невысокие из-за того что они невысокие у них получился меньше расход и то же самое у меня с вот этими носочками они получились в районе 68 грамм то есть я не знаю почему не так уходит всегда у меня остается примерно 30-20 грамм пряжи ну то есть примерно 70 грамм вот мне это кажется потому что после стирки я взвешиваю взвешиваю не взвешивала взвесила до получать стирки как мне кажется возможно они поменяли немножко вес такое тоже бывает третье носочки я уже вязала вот буквально недавно это была работа из сезон сок челлендж это я думаю уже многие из вас знают если нет я оставлю ссылку на девочек внизу пожалуйста проходите они прикольные такие челленджи устраивают каждый сезон получается то есть и тематические носочки выпускают девочки описание выпускают по тематике сезона то есть летний значит летние ассоциации зимние значит зимние и так далее и вот первая модель этого этапа это были носочки тимьян они называются и это носочки по описанию таши неизвестных мне очень нравится эта девочка у нее всегда классные такие описания мне наверное уже почти все ее описание есть вот и в общем мне очень нравится вязать по ее описание мы не всегда такие продуманные очень интересные рисунки вот и подача мне нравится у нее тоже такой немножко винтажный стиль и я такой люблю поэтому мне очень нравится и так здесь у меня пряжа mail in white вид такая она зелененькая травянистая с крапушками бежево-коричневыми и это 165 номер и на жаккард я брала пряжу ручного окрашивания тоже от юли бостью это была такая маленькая пасмочка вот у меня лежит клубочек вот такая вот она яркая очень красивая как раз в цветочке тимьяна очень мне она понравилась вот и в принципе композиция сложилась как нельзя лучше я прикреплю фотографию которая вдохновлялась по подбору цветов но там достаточно много было таких сочетаний зеленая с фиолетовым потому что тимьян или чабрец по-другому да еще душица по моему тоже очень называется это растение вот зелененькая с фиолетовыми цветочками поэтому многие брали именно такое сочетание и в общем у меня эти носочки связаны на размер 40 41 здесь идет неравномерная резиночка сам жаккард пятка стронг вот ну и все остальное ленточный масочек в принципе как обычно очень они классные тоже весят всего лишь 69 грамм я как-то так опять же вписалась не знаю мне все время так получается расход на носочки у меня такой хороший вот дальше следующая работа я наверное начну сейчас переходить потихоньку к плечевым и начну с того что я связала футболку я прикреплю вам фотографию я ее отдельно никак не фотографировала планировала что это будет просто какая-то базовая футболка которую я просто свяжу и буду носить вязала я ее из пряжи на гроза терра там идет практически 50 на 50 хлопок или он очень мне понравилась нить она идет с эффектом фломе то есть идут утолщение по всей ниточке за счет чего очень красивая фактура цвет серо-бежевый почему я вам не показываю ее здесь потому что вот почему я ее распустила вот буквально вот вчера я села и распустила эту футболку у меня вот такой огромный клубочек здесь примерно 200 грамм плюс-минус потому что кое-где у меня нитка запуталась и я обрезала вот оставила может быть там на сшивание чего-нибудь и в принципе что могу сказать когда я ее связала она мне оказалось прям идеальной но потом я конечно начала замечать какие-то недочеты первое то я сделала слишком узкий рукав я вязала ее погоном и принципе погон вроде бы хорошо сел но я не добрала ширины петель на ширины рукава по петлям из-за чего у меня прям он по руке плотно сидела и я не скажу что это некомфортно но выглядело это тоже не очень хорошо вот к тому же я закрыла еще и кордом а он не очень эластичный как вы знаете поэтому все это у меня в общем пережалось как сосисочка поэтому такой момент и также наверное самая распространенная ошибка новичков вязание особенно регланов или погонов это недостаточное углубление по горловине то есть росток да у меня был связан росток но мне нужно было нарастить немножко больше по спине из-за того что я немного сутулю все мои плечи уходят вперед из-за чего мой погон уехал на спину то есть у меня вот все это перекрутилась и горловина она мне вот так вот было то есть я ее постоянно поправляла и если куда-нибудь заправлять то этого принципе не видно немножко так периодически надо поправить но потом я решила что я столько мучилась только вязала для того чтобы мучиться еще и в носке это как-то неправильно в общем поэтому я решила распустить и связать топ с запасом запасом запахом заговорилась то есть это такой топ который будет закрываться он будет с коротким рукавом мне есть уже описание и в принципе пряжа у меня я думаю уйдет именно на это что касаемо самой пряжи вам по мере ее вязание мне казалось что все ложится кровкой криво косо она какая-то перекошенной было было хотя я старалась не торопиться и вывязывать каждую петельку чтобы все ложилось ровненько и аккуратно но она все равно как-то вот косилась постоянно это что косила сама пряжа просто петли были кривые но после этого просто магия какая-то произошла она очень ровненько легла разровнялись все петельки вот эти бубышки до фломешки они прям очень красиво легли обрамляя полностью петельки поэтому пряжа мне очень понравилось и в ней не жарко ну и не холодно мне кажется на лето джемпер из нее будет идеальный по расходу на мой сорок шестой размер у меня ушло 40 у меня ушло 200 грамм полностью но футболка была укороченная я специально вязала ее коротенькой то есть она едва прикрепок прикрывала пупок просто для того чтобы носить ее заправляя в какие-нибудь брюки или юбку я в принципе всегда что-то ношу с высокой талии и мне нравится когда можно что-то заправить поэтому я особо не парилась насчет того что у меня всего 4 мотка и мне может не хватить там 50 граммовые мотки 165 метров каждым из моточков но меня это абсолютно не беспокоило я принципе связала потому что я когда померила я поняла что да было бы длиннее уже бы это все просвечивалась под брюками или юбкой вы знаете бывает ткань заправляешь куда-нибудь и она под другой тканью просвечивает да вот контуры из за того чтобы и для того чтобы такой такого не было я решила собственно сделать ее укороченной вот поэтому да буду перевязывать сделаю топ с запахом и будет мне кажется очень хорошо тем более у меня такого таких вещей никогда не было мне интересно будет это поносить попробовать если же мне не понравится я скорее всего подарю этот топ своей сестре она у меня такое тоже любит она любит короткие топики носит и я думаю она будет рада и так следующее у меня изделие я тоже прикреплю вам фотографию это вот такой жилет я его вам сейчас вот так покажу и дальше прикреплю фотографию там будет нагляднее видно что это за жилет а я пока просто вам расскажу что это за пряжа пряжа это газета насколько я помню покупала ее в вязи это бобинная пряжа здесь идет 85 процентов мериноса и 15 процентов кашемира очень красивый лесной зеленый оттенок я вязала эту пряжу в 3 нити изначально она идет по моему 700 или 750 или 800 метров на 100 грамм то есть я ее подогнала под свои спицы и связала я вязала ее по описанию хоббитон девочки которая фейбол не то по моему она так называется зовется я если честно не помню оставлю вам это описание на эти по моему и на раверли но тоже есть изначально там идет носочная пряжа и к ней подматывается нить мохера но я решила именно из такой пряжи связать просто потому что мне цвет понравился пряжи и я не хотела пока мохер подмешивать здесь я добавила 5 пуговок у нее там их 4 или тоже 5 или больше я уже не помню эти пуговки я приобретала в магазине или или сейчас пуговицы такие дорогие моток пряжи стоит столько сколько 5 пуговиц я немножко конечно обалдела цен но я никакие другие пуговицы не видела в этом изделии вот именно только вот эти красные поэтому ну чё пришлось как бы раскошелиться вот планка на этом изделии идет ложная она просто вывязывается поверх полотна и все то есть поверх привязываются при пришиваются пуговицы и на этом все то есть очень момент такой интересный она одевается точно так же как и любая майка через голову и все отлично вот поэтому очень не нравится я к сожалению тоже ее отдельно не фотографировала на себе но уже носила со своими двумя платьями и все отлично смотрится единственный момент так как это такая жилетка топ я бы сказала она достаточно коротенькая желательно если вы надеваете ее поверх какого-то платья мне показалось что нужно чтобы талия платья была выше чем линия окончания топа да иначе это будет немножко нашу талию резать пополам то есть чтобы эти нити чтобы эти линии не пересекались на вот лучше одну под другую спрятать у меня таких благоплатьев полно практически все с высокой талии и мне такая жилеточка подошла я буду планирую я планирую связать еще как минимум две таких жилетки в разных цветах уже с мохером потому что мне очень это понравилось это дополняет образ очень здорово и ну просто у меня есть идея те кто подписан на меня в телеграме уже знают об этой идее если вы еще не подписаны ссылку я оставлю внизу поэтому переходите пожалуйста подписывайтесь там я появляюсь чаще чем на ю тубе меня хватает иногда именно на то чтобы запустить какой-то свой процесс или котиков или мои какие-то путешествия а вот уже на полноценное видео на ю тюбе меня обычно не хватает к сожалению вот и я там делилась картинкой если вы смотрели и помните властелин колец возвращение короля там кланяются хоббитом за их заслуги да и доблесть перед всем средиземьем и каждый из них одет в разного цвета жилеточки и собственно меня натолкнуло название самого описания хоббитон именно на то что у этажа здорово это же можно подобрать и связать себе жилетки персонажей и собственно зеленая жилеточка которая у меня сейчас это один из моих самых любимых хоббитов это перегрин тук самый такой веселый как мне кажется парень вот и собственно честь него я и связала эту жилет жилеточку вот но следующий у меня идет мэри и потом фродо сэма я пока не рассматриваю потому что его жилетка какого-то непонятного цвета и вряд ли я впишу ее в свой гардероб поэтому без обид окей отошли немножко темы давайте возвращаться следующая у меня готова работа это митинги я их вязала стопроцентного кашемира и токарный кашемир который я покупала связи это винтажная какая-то коллекция беджоли модеста у него идет 650 метров на 100 грамм метраж и я брала этот кашемир 100 грамм и собственно у меня получилось связать митинге вот и оставшиеся от этих митинок пряжу я отнесла подруге которую недавно купила вязальную машину не к этим не связала платок бактус или косынка называйте как хотите треугольный такой шарфик которая подарила своей маме которая приехала вот так же у меня была еще одна пара этих митинок я вязала ее для своей подруги вязала из кардифа их коллекции смол это маленькие вот эти моточки тоненькая ниточка там идет 175 метров на 25 грамм и я вязала тоже там прям на таких тоненьких спицах что здесь что там очень деликатная конечно пряжа цветом был серенький очень красивый он прям на солнце серебром отливал то есть эту кардифа очень тоже красивый кашемир очень прям работа одно удовольствие такое ощущение что у тебя просто по пальцам что-то нежное течет то есть нет абсолютно никакого вот ощущение вот этой вот шерсти колкости да вот потрясающий работ мне понравилось дальше были еще одни носочки которые я не помогу их показать потому что я их связала почти сразу отдала это были носки для мама моего мужа она ложилась больницу нужно было что-то срочно есть связать потому что ножки мерзнуты и тогда тоже был весенний сезон сокс и у вики вики с нет было описание крокуса очень красивые ажурные носочки тоже оставлю ссылку внизу на викинг канал вы можете пройти ознакомиться и я связала эти носочки и в принципе отдала но могу сказать что они просто были розовенькие с зелеными масочками вот и все то есть у меня не осталось ни остатков пряжи ничего хотите верьте хотите нет но вот такая вот была ситуация особо некогда было даже документировать какие-то вещи потому что как бы жизнь началась очень активная и просто связала отдал связала дала из-за этого много что у меня потерялась далее идет работа которая меня изначально пугала я вам показываю пока вот так но потом обязательно прикреплю фотографию просто ее сложу чтобы вы меня видели вот это описание ирен лин и это потрясающая просто футболка она связана из пряжи лана гросса альта моды каталана у нее идет метраж 150 метров на 50 грамм ну то есть 300 на 100 и в составе идет примерно 45 процентов мериноса 45 процентов хлопка и 10 процентов полиамида то шнурковая пряжа нас плетена из нескольких нитей шнурочек такой петельками и принципе когда вяжешь очень она тоже комфортно идет она достаточно тяжеленькая то есть под своим весом она растягивается и из-за этого конечно я переживала что изделие достаточно массивная мне казалось и во-первых расход меня пугал планировалось что на мой размер номер два это вязала второй размер уйдет около 400 грамм чуть меньше получается из-за того и переживала что будет очень массивное тяжелое изделие которое будет под своим весом просто утекать вниз и терять форму но этого не случилось меня расход вообще порадовал у меня ушло меньше чем 6 мотков то есть меня ушло примерно 5 и 8 мотков то есть прям я не знаю как у меня так получилось хотя в плотность я попала заявленную по размерам тоже все идеально даже с запасом и не знаю ну в общем возможно это разница в пряже потому что изначальная пряжа с которой вязала сама ирен у нее это 50 на 50 лен и меринос вот такой же метраж 300 метров на 100 грамм возможно как-то лен вам насколько помню наоборот растягивается да и меринос плывет но в целом я довольна работой вязалась очень интересно я изначально очень боялась этого описания потому что я когда увидела эту футболку и обомлела господи какая красота и как это вообще реально связать но потом я поняла что ничего сложного нет само описание я не скажу что она прям по петельная но там очень много было информации которая помогала в течение вязания то есть не было такого что какой-то затык был или нужно было рассчитывать петли заново то есть если изначально петли набраны ровно и правильно то потом ты просто вот идешь по описанию никуда не сворачиваешь как говорится и все отлично получается поэтому я крайне довольна этим описанием что вот купила еще несколько для того чтобы продолжить свои вязальные эксперименты с этой девушкой она сама кореянка все описание у нее либо на корейском либо на английском я выбрала конечно же английский вариант потому что корейский я не понимаю не знаю да и купить сейчас эти описание очень сложно ну я думаю любые какие-то сервисы которые этим занимаются я их не поддерживаю но переводят да не покупают как-то и потом перевода продают я не поддерживаю такой формат говорю сразу то есть у меня есть возможность попросить сестру которая может не через paypal купить эти описания собственно я это и делаю я тем самым поддерживаю самого автора они кормлю вот этих вот людей которые подобным занимаются вот потому что пусть это описание там стоит 100 150 рублей но честно не хочется да и проще как бы как мне кажется просто упустить этот момент вот вязала я его из пряжи я сказала цвет это был 007 7 оттенок очень красиво общего каталана очень обширная такая цветовая палитра то есть можно подобрать абсолютно любой оттенок и у меня даже закралась мысль еще что-нибудь из каталана связать потому что понравилось работать с ниткой очень сильно и конечно она не дешевая к тому же сейчас еще лана гросса какие-то ломовые цены поставила на свои артикулы но я понимаю это все из-за ситуации с евро но неприятно неприятно и я очень рада что я попала не в то время в общем связала ее до всех этих поднятий цен вот я носила эту футболку да можно так сказать из платья и с юбкой и с штанами и с джинсами и в общем она сидит обалденно ее можно заправлять ее можно на выпуск носить она достаточно такая летящая я ходила мне в 30 градусную жару мне не было жарко то есть она как бы несмотря на то что она с мериносом казалось бы но не было какой-то паркости от нее у нее достаточно глубокие проймы то есть прямо очень низкие мне кажется это тоже вот заслуга наверное пряжи потому что она у меня потянула сильно вниз и с тем же успехом я могла бы вязать первый размер вообще потому что хорошо так она в размерах разошлась у меня но в целом я надеваю всегда белье такое которое как имитирует спорт бельем и даже если я руку подняла в этой пройме никто ничего не увидит там будет просто сторона топика но в целом мне очень понравилось очень хорошее описание интересная для меня была техника насколько я поняла это японское плечо вот и мне было интересно попробовать такую технику вот я очень рада что у меня все получилось так ну и последние две работы одну из них я вам покажу вторую уже не покажу она не у меня это свитер показываю вам пока вот так это же фотографии прикреплю те кто тоже у меня подписан в telegram канале вы сто процентов видели этот свитер и не раз на мне я его активно на нашу это было тестирование анима коши мы тестировали ее описание таинственный сад и я вязала первую модель свою смеси альпаки на шелке и букле букле раваны и тоненькой пряжи от за не баров бобинной то есть это такой микро букле она по моему 1400 метров на 100 грамм то есть очень тонюсенько я вязала 2 ниточки и подмешивала одну нить альпаки на шелке я в прошлом видео с вами делилась с тем как я скомбинировала и вот собственно это готовое изделие мне очень она понравилась она сейчас немножко у меня подвалялась и села в размерах и стала прям идеально под размер то есть до этого они прям были немножко рукава вытянуты немного она была длинновато но сейчас я его постирала и она подсела но совсем немножко вот но опять же это альпака говорят она будет садиться с каждым разом поэтому я смирилась с этим фактом опять же этот свитер планируется тоже такой как топпер да то есть то что вы сверху надеваете на платье вот или на джинсы с высокой посадкой то есть это укороченная версия об этом они сама в описании говорит вот и еще один такой же свитер я тоже прикреплю фотографию я вязала из моего любимого мохера на шелке это aurora от компании filcom у нее 850 метров на 100 грамм 70 процентов супер кид мохер или просто кид мохер по-моему просто и 30 процентов шелк вот я вязала уже этот свитер из двух ниточек мохера и вот такой неоновый красивый оттенок я вязала его для своей сестры фотографировала на себе вот потому что он потом началась жара и уже как было не актуально такой свитер носить но сестра осталась довольна он тоже такую достаточно оверсайзная она у меня все такое любит поэтому думаю будет ей здорово вот это все что касается моих готовых работах было немало как мне кажется для меня особенно потому что я сейчас так активно все вижу вот или собственно говоря очень было важно с вами этим поделиться и так я во все свои процессы которые сейчас у меня на спицах и конечно 5 даже 6 процессов у меня сейчас на спицах я принесла 5 потому что 6 пока у меня в разработке такое непонятно то ли хочется распустить то ли то ему пока не считая там начата 10-15 рядов поэтому решила уже его не приносить начнем с того что у меня сейчас на спицах три плечевых и два аксессуара двое носочку грубо говоря первое это tutti frutti я уже один связала это носки для моей сестры 35 36 размер мне сказали что пряжи тянется очень хорошо и растягивается по мере носки поэтому я связала им их чуть меньше планирую связать их чуть меньше чем прям размер в размер просто для того чтобы потом носок не слетел условно говоря с ноги вот я вчера связала один и вот второй у меня сейчас на спицах я его вижу то есть я надеюсь тоже сегодня я уже их закончу постираю я не буду дождать когда я их смогу отдать своей сестре следующий носочек он у меня просто как когда-то был процесс который я начала да и для того чтобы протестировать спицы здесь у меня спицы adi unicorn их приобретала тоже вот я как раз прошлом видео об этом говорила тогда аж я их купила и решила попробовать вот но пока вот у меня застопорился момент это не процесс не из-за спицы скорее просто из того что ну чуть не идет мне вот здесь у меня вяжется с helix сам две пряжи вот таких вот это пряжа ручного окрашивания к тому же я вот смотрю у меня плотность поменялась я стала вязать носки гораздо ту же чем вязала до этого из этого мне кажется что возможно второй носок у меня будет отличаться поэтому я вот думаю может быть вообще распустить и отправить пока лежать отдыхать эти носки может быть потом я до них дойду еще раз попробую связать уже со своей плотностью вот и комбинация пряжи мне не очень нравится если честно выглядит прикольно но почему-то она меня отталкивает я не знаю в общем наверное не мои цвета из-за чего у меня вот такое отторжение идет я все люблю немножко кругов других оттенков я брала вообще это пряжу для своей сестры но она чё-то даже она ее что-то зафукала в плане цвета вот не в претензию будут к мастеру окрашивания нет просто вот светлая вот эта бежево-розовая пасма она прям идеально подходит на какой-нибудь helix в плане фона потому что она очень хорошая и если например она на ажурные носки пойдет тоже здорово а вот голубая она слишком пестрая ее вязать только либо полностью полотно либо же прям вывязывать из нее только контрастные какие-то вещи следующее это у меня тоже долгоиграющий такой процесс он мне сейчас на стадии подроспуска я бы так назвала это кофточка по описанию тоже макоша они это ее афелия это круглая кокетка которая вывязывается с шишечками фотографию прикреплю анины работы конечно не своей я еще не готова вот прикольная кофточка я такие вещи ношу мне не очень нравится вот не буду тоже близко и особо показывает то что она тут у меня вся кожаная на спицах я вижу на тройке мне как-то так я смотрю почти все спицы тройкам даже не почти все спицы тройка у меня заняты вот прям вообще в расход пошли это фабрика zns их стопроцентный ягненок цвет карри потрясающе красивый цвет я уже рассказывала об этой пряжи во втором по моему своем видео или в первом я точно не помню вы можете просто пройти по по ссылке внизу оставлю вы сможете посмотреть и там образец показывала близко она потрясающе красиво раскрывается она мягкая и прям я влюблена в этого ягненка наверное один из самых потрясающих вообще составов у этой фабрики я взяла еще такого же красного тоже показывала в прошлом видео и мне тоже он понравился то есть от цвета не зависит раскрываемость пряжи вот это очень здорово потому что как мы знаем иногда даже кашемиры этим грешат их там пережигают из-за чего само вот это нежное волокно теряет свою вот эту вот легкость мягкость и воздушность и становится лысым сухим до пухаем мало и это очень расстраивает покупателей особенно когда ты по сути ведешься на какой-то красивый оттенок готов заплатить цену на выходе получаешь не то что должно быть здесь это не то ситуация к тому же я видела моя подруга покупала еще зеленого ягненка от этой же фирмы в двух оттенках там такой был изумрудный и наверное темный изумрудный если я так могу сказать или петрольный вот такой более темные в синеву и более зеленый в такой вот прям яркий изумруд и они также замечательно распушились очень красивые поэтому очень замечательная пряжа оставлю тоже вам ссылочку если вы заинтересовались проходите в магазине вязь я приобретала уже давно дальше у меня идет процесс объемный большой я ему буду вязать наверно жд до осени вот он у меня сейчас тоже на стадии паузы потому что хочется вязать летние изделия даже вот тут стоппер и поместила это полосатый мужской джемпер вот он будет вязаться таким образом так сейчас я его разверну вот это если так можно сказать на 52 размер вот то есть мне сложно это тоже показать по моему 52 54 я все никак не могу запомнить какой мужа размер вот поэтому простите извините у меня тут просто пряжа закончилась и надо отмотать и продолжить потихонечку вязать что это за пряжи я вижу этот свитер из пряжи лана кардат и конбера наверное самый знаменитый такой артикул вот пряжа классная она мягенькая отличная вообще мне понравилось единственное что от цвета вот здесь я заметила момент что например белая пряжа да но она такая молочная на толще чем зеленые метраж у нее идет изначальные тысячи пятьсот пятьдесят метров на 100 грамм здесь смотка то есть вот белая здесь заявлено 750 и зеленая зале заявлено 750 метров на 100 грамм и они действительно отличаются из-за этого мне чтобы меньше так отличия было пришлось вязать в одну нить белого и в 2 зеленых я спрашивала у подруг у друзей вот кто вязала из этой пряжи как лучше сделать вот мне посоветовали именно такой способ чтобы у меня была одна нить белого и 2 зеленого тогда вот этот вот на образце даже мы щупали переход он не особо так заметен я вижу эту пряжу на тройке вот и ну конечно там где белая там есть вот небольшая такая рядность за счет того что петлю мне не очень легли ровно и это скорее всего связано с тем что все таки ниточка в одну нить 750 метров хотя она не 750 я бы сказала что она где-то 400 наверное 50 метров без этого немножко видимо расхлябана поэтому я надеюсь что вот это поправит насколько я знаю и вот я проверяла пряжа не очень сильно пушится но она вверх садится очень сильно то есть по высоте поэтому мне кажется что то на то и выйдет я не особо переживаю вот она мне тут в мешочке в таком лежит все ждет меня когда я до нее доберусь и последний процесс который у меня сейчас на спицах я его периодически повязываю опять же те кто подписан на меня в телеграме я думаю вы знаете я вяжу футболку из шелка туса тоже по описанию анима коши у меня сейчас эта стадия я уже ушла за подрезы и просто вижу полотно вниз вот такая вот футболочка у меня вяжется цвет называется французская ваниль очень очень красивая надеюсь вам будет видно какая туса красивая я на самом деле влюбилась в эту пряжу особенно в то какой она благородный блеск дает я вообще все что с блестящим я не очень люблю но вот здесь но это просто что-то с чем-то здесь такое ощущение что в пряжу в плите на тоненькая нить золото может быть это связано с тем что у меня желтый оттенок но она настолько красиво на солнце на свету переливается то есть прям вот иногда можно прям залипнуть вот в этот металлический такой проблеск и вообще все цвета туса твит это кстати бесигарн мне тут лежат две пасмочки которых надо размотать вот так выглядит она вот это стопроцентный шелк туса здесь идет в 50 метров 250 грамм и размер спиц рекомендую два три миллиметра вот то есть очень здоровская пряжа конечно она какая-то гипер дорогая но насколько я знаю бобиной тусы очень мало и если она где-то появляется то ее тут же сметают это как кашем кашемир кардив на бобине тоже говорят там просто что-то нереально его поймать поэтому пришлось покупать в пасмочках и вязать зато такая футболка я надеюсь будет очень долговечная очень красивая но по крайней мере продавец и аня заверяют в этом то есть она в своем описании и вообще делилась впечатлениями что потрясающим пряжей всегда может там распустить что-то другое связать но я не планирую распускать эту футболку потому что как вы видели очень много лохмотьев на ней да вот этого вот видового эффекта и чтобы не дай бог не испортить вот эту вот красоту мне бы хотелось оставить все как есть то есть связать уже одно изделие которое я надеюсь на меня сядет хорошо и уже носить моя подруга она тоже со мной вяжет эту футболку она по-моему уже ее связала вот я просто из-за того что отвлекаюсь на все процессы подряд я отстаю у меня вероника одна процессница и она шурует очень быстро все эти процессы они конечно отстаю вот но тем не менее надеюсь что я скоро довяжу эту футболку и погода еще надеюсь даст мне возможность ее поносить вот расход у нее еще я хотела сказать очень хорошие то есть вот я сейчас довязываю второй моток то есть тут наверно мне я после подрезов спустилась где-то на сантиметров пять вот ну то есть вот я смотрю по тому как вяжет вероятно вязала вероника у нее конечно немножко посвободнее она вяжет чем я я потуже стараюсь вязать просто потому что я вижу на тюлип это тройка и за счет этого скольжение шелка она затормаживается и петелька получается более плотной мне так нравится я прям мне не нравится как выглядит учитывая то что я в первый раз связала росток и пошла гонять на обычных чагу и там прям видно было что вот за счет металла ты немножко больше петельку делаешь но вот у меня такая закономерность наблюдается поэтому я решила выбрать именно тюлип чтобы контролировать вот этой чтобы петельки плотненько ложились потому что это шелк он распуха распухать не будет и ну как бы там нет смысла оставлять вот этот воздух а наоборот чтобы было забито полотно к тому же я заметила что струится полотно так или иначе то есть неважно маленькая большая большой размер спиц поэтому это отлично вот в принципе и все по процессам которые у меня сейчас на спицах вот еще я хотела интересный такой момент затронуть это книги сейчас мы с девочками организовали своего рода такой книжный клуб ну мы так это называем но главное условие в него ввязать и конечно мы выбираем книги все по правилам книжного клуба я в таком участвую впервые раньше я читала и как-то не задумывалась о таких вещах видела только где-то это фильмах но очень здорово что вот можно в таком формате тоже и вязать и общаться вот так выяснили так и получилось что у нас многие любят читать и решили все-таки начать мы начали еще в мае мае мы читали джека лондона маленькая хозяйка большого дома вот интересный рассказ но концовка я недовольна и я думаю мои подруги знают о чем я говорю я по этому поводу очень громко возмущалась во время обсуждения концом этой книги но в плане персонажей там есть персонаж дик фореста которым идет речь и вот если вы читали или еще не читали просто рекомендую почитать ради того какого каким там дик форест представлен мне прям этот персонаж наверное прям в душу запал я очень его полюбила за момент чтения вот но концовка концовка это просто и в июне следующем месяце у нас была книга фенни флэг это по рекомендации моей подруги которая магистр филологии уже так что поздравление ней она посоветовала нам эту книгу жареные зеленые помидоры здесь конечно не все название там жареные зеленые помидоры в кафе полустанок и и я прям осталась в полном восторге от этой книги я прям ее на одном дыхании наверное прочитала как и вероника вот мы тоже как-то с ней вместе скооперировались в плане того что она дочитала и потом практически я сразу начала и быстро закончила в общем история длиться начиная от двадцатых готовых и заканчивая восьмидесятыми то есть это достаточно большой промежуток времени но персонажи это вообще это что-то с чем-то их много их в начале будет сложно запоминать но там такие чудесные события происходят что прям вот так вот девчонки некоторые говорили что вот прям проследились настолько эта книга чуткая такая пронизана какой-то добротой и ну вот просто что-то такое знаете глубинное приятное теплое что вот на протяжении всей книги вот несет такой посыл поэтому мне прям очень она понравилась и и что хочу сказать это то что ее читать очень просто из того что главы маленькие буквально две-три страницы а то и по пол страницы то есть там прям идет отрывки из разных времен да как бы даты время год до из разных готов и за счет этого нет такой перегруженности когда ты видишь что там открываешь книгу глава и там просто сплошной текст на странице нет тут конечно немножко это тоже знаете и вот психологически легче воспринимается поэтому вот кто еще не читал и кто любит читать вот очень рекомендую вот спасибо дорогой гульнария за такую чудесную книгу и я очень рада что могу сказать если будете читать то желательно перевод дина крупской вот тот который у меня был я могу рекомендовать потому что мне очень нравится именно этот перевод он легко идется вот знаете бывает такой книги переводят и вроде читаешь и тяжело идет это зависит а во многом от переводчика и тоже бывает такое что читаешь и не заходит но начни твоя книга тоже такое бывает но вот этот вот перевод прям просто джух у меня очень быстро пролетел поэтому рекомендую сейчас месяц июля должна я книгу свою предложить я уже предложила если вы хотите можете тоже почитать потом поделиться в комментариях своими впечатлениями книга июля у нас это эрнест хемингуэй и фиеста поэтому если хотите можете тоже почитать может это для вас тоже будет каким-то подвигом до сесть и начать читать потому что я долгое время не могла просто себя заставить съесть и начать читать у меня столько литературы я очень любила читать раньше и покупала книги просто из-за поймах читала но потом вот что-то произошло и и я перестала это делать вообще то есть иногда просто вот залипать в youtube это лучше чем полежать с книжкой и поэтому я очень рада что благодаря моим подругам я вернула опять эту привычку себе и мне очень нравится читать но у меня тоже есть такие лайфхаки читать быстрее вот и это в основном у меня получается читать именно в транспорте транспорте я читаю лучше всего дома я не могу себя заставить читать всегда какие-то дела всегда что-то происходит всегда какая-то движуха шум и я не могу сосредоточиться хотя казалось бы в транспорте люди разговоры но нет наушнички включил и едешь и читаешь вот ну то есть не знаю почему видимо на меня так действует транспорт вот это еще такой отдельный момент которым я хотела с вами поделиться чем я занималась в отсутствующее время и последнее что я хотела вам показать это потихоньку показывать свою коллекцию начну я с шопеля у меня он хранится вот в такой корзинке не помню я где если честно ее покупала просто такая корзиночка и я сюда все клубочки сбрасываю итак первый моточек он же у меня новенький это двадцать четыре двадцать семь вот такой вот красивый моточек можете посмотреть на него со всех сторон я вам его покручу очень он интересный особенно своими переходами можно увидеть на этикеточки как он раскладывается как производитель видит это вот это у меня первый моточек следующий моточек это вот такой весенний очень красивый это оттенок двадцать три пятьдесят пять вот такой чудесный разноцветный малыш очень весенний как мне кажется как цветочки разные и раскладочка у него вот такая как вы можете видеть вот таким образом он ложится в полотне далее это оттенок двадцать два сорок восемь это очень такой красивый коричнево-фиолетовый оттенок как вы можете видеть у него тоже очень интересные переходы вот эти мулине неожиданный для меня цвет на самом деле но я в него просто влюблена он очень красивый тоже посмотрите как он выкладывается производитель здесь прикладывает тоже мини такую схемку вот тоже очень очень красивый оттенок следующий оттенок это двадцать пять шестнадцать это вот такой красивый огненно-осенний оттенок с кучей разных переходов как вы можете видеть у шопеля очень тяжело выбрать любимчиков они все у меня любимые вот покручу перед вами вот так вот он будет выглядеть в полотне очень красивый оттенок переходы тоже потрясающие просто следующее это 24 29 вот такой красавчик какой он интересный здесь как вы можете видеть кое-где проглядывает красный очень очень интересный красивый оттенок вот таким образом он будет выкладываться в носочки ну или в любом другом изделии очень красивый цвет прям потрясающий и последний оттенок это 1702 очень очень красивый цвет он яркий летний такой жаркий прям оттенок очень яркие цвета очень красивый сам по себе носочки он выглядит не менее эффектно как вы можете видеть очень красивые переходы очень яркие и прям обалденные красивые мне это чем-то напоминает прям вот знаете палитру когда вот прям покупаешь яркие такие красивые оттенки и того у меня всего 6 клубочков шопеля но это еще не предел к тому же какой-то я уже вывязала какой-то подарила и какой-то еще хочу купить я собираю из них коллекцию потому что они очень эффектно смотрятся в этих клубочках они очень меня радуют и вообще за их цвета и расцветки можно простить все кстати кто еще не знал у шопеля вообще есть тенденция они называют свои клубочки не просто над циферками а именно называют какими-то ассоциациями вот например вот этот вот называется вечеринка в саду ну то есть я думаю все мы тут согласны что так и есть очень красивый клубочек вот такая вот у меня небольшая коллекция шопеля ну